Здравствуйте, на связи Мабу. Мабу это платформа, посвященная разработке мобильных приложений. В сегодняшнем видео мы продолжим разговор о самом главном навыке, это работа с базой данных и рассмотрим работу с базой данных на сервере. Устраивайтесь поудобнее, а мы начинаем. Если вы хотите оперативно и качественно стать андроид разработчиком на актуальных технологиях и обладать современными скиллами и иметь небольшой опыт разработки, то я могу вас обучить профессии андроид разработчика за 3 месяца. Обучение проходит на индивидуальной основе, оплачивать обучение можно как помесячно, так и по полмесяца. Такое вам больше никто не предложит. Я уверен в своей технике обучения и только актуальной практике, поэтому и предоставляю такие условия. Вся программа подстраивается под ваши индивидуальные навыки и знания и под ваши способности. То есть я разрабатываю для вас индивидуальную программу обучения. Обучение происходит на закрытой платформе, мы общаемся с вами на любой из соцсетей, а также будем созваниваться в WhatsApp. Да, у вас будет мой личный номер телефона. В процессе обучения у вас имеется неограниченное количество консультаций, ответы на ваши вопросы я предоставляю в видео формате. Я вас не ограничиваю во времени и вы можете обучаться в своем темпе. Если вы проходите обучение немного медленнее, чем это предусмотрено программой, то за дополнительное время нахождения на обучении вы ничего не оплачиваете. То есть, если вы неделю программы проходите за 2 недели, то за дополнительную неделю вы ничего не оплачиваете, она предоставляется вам в подарок. Это очень удобно. Для консультации по обучению, а также для записи на курс, вы можете проконсультироваться со мной. Все ссылки есть в описании к этому видео. На прошлой неделе мы рассмотрели работу с локальной базой данных, с которой работаем через библиотеку Room. Но очень часто, почти в каждом мобильном приложении, пользователь, того не подозревая, использует базу данных на сервере. Так в чем же разница между локальной базой данных и базой данных на сервере? Например, приложение, в котором пользователь должен создать список дел, будет использовать локальную базу данных. Так как ту информацию, которую пользователь создаст в своем приложении, то есть разместит в базе данных на устройстве, должна быть доступна только ему, и ни на каком другом устройстве, на котором используется это же приложение, то есть у другого пользователя, она не должна быть доступна. Или, например, приложение магазина. Пользователь выбирает товар и помещает его в корзину. Да, есть несколько вариантов реализации этого функционала, но в самом простом приложении список товаров, которые пользователь положил в корзину, должен быть виден только ему и никакому другому пользователю. В этом случае для товара в корзине также используется база данных на устройстве. А где же используется тогда база данных на сервере? Например, рассматривая этот же случай, базу данных с товарами. Например, если мы рассматриваем этот же случай, то есть магазин, базу данных, информация с товарами, категориями или различными постами оформляется в виде базы данных, которая хранится на сервере. Вся эта информация, по факту, она должна быть отображена на всех устройствах, на которых установили это приложение, так как и список товаров, и список категорий магазина должны быть доступны всем пользователям. Да, конечно, например, мы могли бы отобразить список категорий товаров в локальной базе данных, которая размещается на каждом устройстве, и на каждом устройстве бы отображались все равно эти данные с категориями, несмотря на то, что мы их развернули в локальной базе данных. Но эта информация была бы статичной. Например, в какой-то момент у нас добавилась еще бы одна категория с товарами, а какие-то категории вовсе перестали бы существовать. Изменялся бы ассортимент товаров. Что делать при таких обновлениях? Неужели каждый раз просить наших пользователей обновить приложение в Play Market? А если у нас такие изменения происходят хотя бы раз в неделю, хотя в реальных магазинах это происходит каждый день, вы хотите сказать, мы должны требовать от пользователей каждую неделю или каждый день обновлять свое приложение? Нет, но это бред. Поэтому мы используем нашу базу данных на сервере. Как это работает? Большие мобильные приложения строятся вот по такому типу. Давайте рассмотрим на примере того же магазина. Есть база данных на сервере MySQL, с которой выгружаются данные в наше приложение. Но как их завести, ну как завести все эти данные в нашей базе данных? Все просто. С другой стороны создается админ панель администратора магазина или менеджера, который через специальный интерфейс вводит все данные и загружает эти данные в базу данных на сервере. Что я имею ввиду? Он создает категории товаров, товары, заводит количество, описание, меняет цены. Это обычно такая панель создается в виде такого небольшого сайта. То есть схема работы выглядит следующим образом. Мы вводим необходимую информацию о каталоге с товарами через админ панель. Затем эти данные попадают в базу данных на сервере MySQL. После чего при запуске мобильного приложения все данные попадают на каждое устройство, на котором установлено наше мобильное приложение. То есть грубо говоря в 9 часов утра в понедельник мы обновили данные через панель администратора. А в 9.01 наше приложение запустилось на тысячах устройствах. И все эти тысячи пользователей уже получили обновленную информацию с каталогом нашего магазина. А как понять где использовать локальную базу данных, а где базу данных на сервере? Я в принципе уже ответил на этот вопрос. Информация, которая должна отображаться на одном конкретном устройстве и должна быть доступна одному конкретно пользователю, не должна быть доступна даже администратору магазина, а я уже не говорю о всех других пользователей, оформляется в качестве локальной базы данных, с которой мы работаем через библиотеку Room. Информация, которая должна быть доступна либо всем пользователям нашего приложения, либо конкретному пользователю и администратору приложения, оформляется в виде базы данных на сервере. Давайте вернемся к нашему примеру с функционалом добавления товаров в корзину. Как вы помните, мы оформили список добавленных товаров в корзину в виде базы данных на устройстве. Но что, если нам нужно в качестве маркетингового инструмента, чтобы информацию о том, какой конкретный пользователь, какие частенько добавляет товары в корзину или в избранное? В этом случае в вашем приложении такую информацию стоит оформить в виде базы данных на сервере. Чисто визуально я вам показал, как работает база данных на сервере, а какой же порядок действий, если вы все-таки хотите использовать эту базу данных на сервере? Для создания базы данных на сервере нам нужен домен и хостинг. Для создания домена и хостинга нам нужно зарегистрироваться у хостинг-провайдера. Я лично пользуюсь Baggett. Регистрируйтесь на Baggett, создаете домен и подключаете к нему хостинг. Что же такое домен и хостинг? Проще всего это разобрать на примере сайтов. Есть, например, сайт с одеждой Lomoda. Этот сайт имеет адрес lamoda.ru, lamoda.domen, то есть домен нужен для того, чтобы перейти на ваш сайт. То есть домен, это можно сказать так, ссылка на сайт. Любой сайт, это набор файлов. Файлы хранятся на виртуальном пространстве, которое называется хостинг. То есть домен нужен для того, чтобы найти ваш сайт, а хостинг нужен для того, чтобы ваш сайт функционировал и был доступен. Вы, наверное, задаетесь вопросом, при чем здесь сайты, если мы работаем с мобильным приложением? Сейчас я все объясню. При разработке мобильного приложения мы должны настроить получение данных сервера. Эти данные должны поступать по ссылке, которые, как ни странно, являются данными. А что же с хостингом? Зачем он нужен? На хостинге, во-первых, мы должны создать базу данных, с которой будем работать. Затем мы создаем в этой базе данных таблицы с данными. А после чего в файловом менеджере хостинга нам нужно создать такой файл, который присоединит домен, который выступает ссылкой, по которой мы будем получать данные. То есть как по ссылке. И также присоединить этот домен нам нужно с самой базой данных, с которой мы хотим получать данные. Также на хостинге нам нужно создать файлы PHP запроса к базе данных, которые будут содержать код основных методов по работе с базой данных на сервере. Основными методами работы с базой данных являются создание записи, обновление записи, удаление записи, очистка, а также получение данных После того, как мы все настроили на хостинге, мы переходим в наше приложение и начинаем настройку уже на стороне клиентского приложения Во-первых, нам нужно дать разрешение приложению работать с интернетом Плюс нам нужно дать разрешение на получение данных для версии Android выше 9 версии Это все делается в файле манифеста Затем мы подключаем библиотеку Retrofit, которая позволяет получать данные по сети Затем мы создаем API клиента, который будет соединять наше приложение по домену с базой данных на сервере, с которой нужно получить все данные После этого мы создаем модель таблицы базы данных, то есть класс, содержащий те же поля, что и таблица базы данных на сервере Далее мы создаем интерфейс базы данных, в котором прописываем вызов основных методов под соответствующие запросы с хостингов к базе данных Теперь уже можно реализовать все эти методы и работать с базой данных на сервере Там есть свои нюансы, которые я рассматриваю на курсе Android разработчик за 3 месяца Если хотите научиться таким классным вещам, то записывайтесь на курс, либо можете перепрести урок по работе с базой данных на сервере Все ссылки есть в описании под этим видео Но не все так красочно, работа с базой данных на сервере происходит медленнее, чем с локальной базой данных Потому что приложению нужно по сети подсоединиться к серверу, совершить все необходимые операции и передать в приложении то, что нам нужно Это время уходит в основном на работу с сетью, поэтому в реальных приложениях мы поступаем так При загрузке приложения мы в фоновом потоке получаем данные из сервера После того, как они получены, записываем их в соответствующую таблицу базы данных на устройстве, то есть в локальную базу данных И после того, как все загружено, запускаем уже наше приложение с наполненной локальной базой данных С которой можно уже работать через библиотеку Room Все это классно реализуется по архитектуре MVVM Все эту магию мы рассматриваем на курсе, поэтому если хотите оперативно овладеть навыками Android разработчика И освоить классную современную профессию, то записывайтесь на курс, ссылка есть в описании А на сегодня у меня все, с вами была платформа Mabu До встречи в воскресенье, где мы сравним разработку приложений и мобильных игр